Друзья, всем привет! У меня в руках Oppo Reno5 Lite. И так уж получилось, что попал он ко мне примерно синхронно с их новым браслетом. Это Oppo Band Sports Band. В общем, фитнес-трекер от Oppo. И так уж получилось, что целую неделю я провел вместе с этим смартфоном и этим фитнес-трекером. Сегодня я расскажу, что я заметил, что хорошего в этом смартфоне и в этом фитнес-трекере, и кому вообще эти штуки подойдут. Погнали! В первую очередь, конечно, поговорим про смартфон. Это обновленная Rene Lite линейка, пятая версия, вот в таком вот симпатичном сером цвете. Смартфон оборудован экраном на 6,43 дюйма с разрешением Full HD+. Дисплей тут AMOLED и имеет сканер отпечатков под собой. Он, кстати, очень правильно расположен, не слишком высоко и не слишком низко. Работает хорошо. Причем радует датчик автояркости. Он здесь хорошо работает, софт правильно настроен. И в течение недели я практически не изменял автояркость. Что, опять же, редкость в этом ценовом сегменте. Корпус имеет два цвета. Вот такой вот серый, как у меня. И есть еще фантомный фиолетовый. Но он на самом деле что-то среднее между синим и фиолетовым. В общем, большинство смартфонов имеет сегодня такую расцветку. Как по мне, серый выглядит побогаче и подороже. Но, опять же, это все дело вкуса. Дизайн в целом хочется похвалить. В сером цвете мне он, правда, очень нравится. Телефон выглядит хорошо как сзади, так и спереди. Блок камер тоже неплохо выглядит. У смартфона их аж 4 штуки. Основной модуль на 48 мегапикселей. Плюс 8 мегапикселей ультраширик. Двухмегапиксельный модуль для съемки портретов. И двухмегапиксельный для съемки макро. С апертурой 1.7, 2.2, 2.4 и 2.4 соответственно. Больше фотоснимков и видеопримеров можно будет посмотреть по ссылке в описании к этому видео. Смартфон работает на базе Helio P95. Здесь 8 гигабайт ОЗУ и 128 гигабайт встроенной памяти. Что неожиданно и приятно, смартфону можно расширить память карточкой microSD. Причем не в жертву второй сим-карты. Вы по-прежнему можете использовать две сим-карты и отдельно microSD на Reno5 Lite. Работает это все за счет аккумуляторов 4310 мАч. С одной стороны цифра не то чтобы супер большая для рынка. С другой стороны телефона действительно легко хватает на полный рабочий день с запасом. Все это благодаря процессору, который не самый прожорливый по энергии. Но и очень большую роль здесь играет непосредственно оболочка. ColorOS, которая установлена поверх 11 андроида. Это одна из вещей, ради которых захочется купить Oppo Reno5 Lite. Кстати, есть тут и фирменная фишка Oppo, быстрая зарядка. Она здесь 30 ватт и самая прикольная в зарядке смартфонов группы BBK, это возможность буквально видеть как проценты батареи восполняются. В работе смартфон показывает себя хорошо. Нравятся плавные анимации и фишки ColorOS, чего только встроенные анимированные обои стоят. Красиво и со вкусом. Медиатека внутри хватает даже на игры. Я сыграл в код Mobile с высоким пресетом графики и проблем не ощущал. У телефона есть еще и игровой режим. Он, конечно, не как в недавнем ROG Phone 5, но самые важные вещи в нем присутствуют. ColorOS это для меня вообще пример правильной оболочки. Что имею в виду? Либо вы делаете что-то максимально приближенное к голому андроиду, но с какими-то своими уникальными фишками. И вы пытаетесь сделать что-то свое, нечто уникальное. Но когда компании начинают делать свой дизайн, то очень сложно затеряться в однообразии этих оболочек. Прелесть ColorOS, на мой взгляд, в том, что здесь есть все те функции и фишки, которые мы привыкли видеть в смартфонах подобного типа. Но при этом весь интерфейс максимально не перегружен и выглядит очень лаконично. В целом дизайн ColorOS это то, что правда хочется похвалить. Потому что, ну видно, что компания действительно пыталась сделать его красивым и, что важно, юзабельным. Потому что часто компании забывают про эту вещь, когда пытаются навести лоск, так сказать. Также хочу отметить комплект смартфона. Потому что помимо уже достаточно привычных кейсов, которые Oppo кладет в комплект со смартфоном на первое время, или уж давайте будем честными, на долгое время, у него, естественно, по зову уже установлена достаточно хорошая защитная пленка. Но что меня правда удивило, это наличие комплектных проводных наушников с 3.5 разъемом. Да, у смартфона есть 3.5 разъем. И меня радует, что Oppo возвращает этот приятный тренд обратно. Давно я уже не встречал телефона с наушниками в комплекте. Это прям, слушайте, приятно. Так раньше на самом деле постоянно было, но в какой-то момент люди решили, что им это не нужно. Круто, что Oppo считает иначе. Пользовался я этим смартфоном в паре уже с вышеупомянутым трекером. И сейчас пару слов расскажу про него. Дизайн у него достаточно стандартный. Здесь достаточно большой AMOLED-экран. И есть уже, ну в общем-то, привычные фишки, которые ты ожидаешь от фитнес-трекера. Помимо стандартного набора из шагомера, регулярного замера пульса и уведомлений, есть возможность замера кислорода в крови. А это, как вы понимаете, в наших реалиях довольно актуальная история. Еще браслет умеет автоматически записывать данные о качестве вашего сна. Ну, конечно, есть возможность просматривать уведомления со смартфона, а также получать уведомления о звонках. Из дополнительных опций в разделе инструментов есть возможность управления музыкой, а также спуском камеры, секундомер, таймер и будильник. Причем, если говорить про будильник, и в частности, вибромотор, он здесь имеет три степени силы. По умолчанию он был в норме. И только буквально вчера ночью я обнаружил, что его можно усилить еще сильнее. Но стандартной вибрации мне хватило для того, чтобы нормально просыпаться. Потому что, честно сказать, большинство трекеров меня сегодня уже не будет. Мои руки, правда, привыкли к регулярным вибрациям этих уведомлений. И во сне я часто пропускал даже вибрирующие будильники такого типа. Вот опа, меня две ночи подряд смог разбудить, когда мне нужно было в конкретное время встать. Это прямо приятно. Еще можно поменять силу подсветки экрана. По умолчанию стояло 40%, я поменял до 60%. Этого было достаточно, чтобы хорошо видеть экран днем, и чтобы он не слепил ночью. Естественно, есть возможность менять встроенные цифры блаты. Они, увы, не модульные, однако среди предустановленных их достаточно много разнообразных. И, конечно, есть возможность установить свое фото в качестве фона циферблата. Как я и говорил, я использовал трекер плюс смартфон около недели. И заметил одну интересную тенденцию, которая касается обоих этих гаджетов. Простота. Как казалось бы. Несмотря на то, что у многих компаний сегодня есть и смартфоны, и трекеры. Простота это не всегда про эти вещи. И часто, даже с банальным фитнес-трекером, мои родные и близкие не сразу могли справиться. А вот здесь все оказалось очень просто. Что оболочка Reno5 Lite. Что трекер объединяет желание Oppo дать пользователю максимум функций. Так, чтобы у пользователя не начала кружиться голова от многообразия. В общем, как оказалось, что смартфон Oppo, что трекер, это не те гаджеты, где фишки добавляют ради фишки. Ну, знаете, чтобы сделать красивый рекламный проспект. Все функции, которые заявлены в штуках этих, они, правда, работают. И меня радует, что Oppo очень ненавязчиво в своих дополнительных сервисах. Например, когда я начал пользоваться Reno5 Lite, на нем не было предустановленной программы для соединения с их браслетом. Это странно, с одной стороны. Но, с другой стороны, если человек купил себе Oppo Reno5 Lite и не планировал покупать себе Oppo фитнес-трекер, то зачем ему на протяжении всего жизненного цикла смартфона хранить в памяти это приложение? И то, что Oppo не навязывает эти вещи, для меня сигнальчик того, что ребята, правда, стараются для своих покупателей. Это прикольный, но очень милый и малозаметный шажочек. Если говорить про программное обеспечение непосредственно фитнес-трекера, то приложение максимально простое. Достаточно большие кнопки, минимум лишних вещей и все очень классно катализировано. Найти нужную штуку очень быстро и легко. Из минусов по смартфону хочется отметить отсутствие 90-герцового экрана. В этом ценовом сегменте уже появляются смартфоны с более высокой разверткой. И мне было сложновато смотреть в 60-герцовую матрицу, попользовавшись, опять же, 90-герцовым смартфоном. С другой стороны, в этом ценовом сегменте у смартфона Oppo, пожалуй, самая плавная анимация. Действительно, Oppo уделила много внимания для того, чтобы ColorOS смотрелось классно. И у них действительно это получилось. Oppo Reno 5 Lite – это действительно неплохой телефон. Если вы ищете, во-первых, смартфон, который будет не супертолстый, потому что он достаточно тонкий. Телефон, который быстро заряжается. А я напомню, что 30-ваттная зарядка в комплекте с этим телефоном – это одна из быстрейших зарядок в этом сегменте. Телефон действительно очень быстро восполняет утраченную энергию. Здесь действительно хорошо работающий сканер-печатка под экраном, расположенный в чрезвычайно правильном месте. Потому что я уже встречал смартфоны, где это было в странных местах, до которых было неудобно тянуться. И в паре с этим фитнес-трекером оказалось, что у Oppo получилось создать небольшую экосистему, но очень правильно работающую. В общем, если вам интересно посмотреть на этот смартфончик, ссылки на него будут в описании, как и на этот фитнес-трекер. Напомню, что фото и видео-примеры с камер Oppo Reno 5 Lite будут в описании к этому ролику. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы, если вам понравилось это видео. И посмотрите какие-нибудь другие наши видосы. У нас здесь часто и много выходят видосов про гаджеты. Хорошего вам дня и яркого настроения. Пока!